Всем привет, с вами Арина, и свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. В Star Wars Battlefront не будет сюжетной линии. Разработчики XCOM 2 обещают поддержку модов. БССД Game Studios сообщила, что мультиплееров в Fallout 4 не будет. Разработчики Mortal Kombat X анонсировали дату выхода Хищника. В Star Wars Battlefront не будет сюжетной линии. Команда DICE совсем недавно заявила о том, что Star Wars Battlefront не собиралась включать в игру одиночную кампанию для игры, которая соответствовала оригинальному сюжету. Кроме этого, разработчики также не думали создавать сюжетную линию, которая касалась бы седьмого эпизода «Звездных войн». В итоге, можно уже понять, что в новой Star Wars сюжетной линии вообще не будет. У команды DICE, честно говоря, стоит совсем иная задача. А именно, воссоздать те легендарные битвы, которые происходили в фильмах. Как утверждают разработчики, сюжет таким эпическим битвам не требуется. Кроме этого, разработчики отлично понимают свое главное достоинство, которым они прославились – многопользовательский режим. Именно на многопользовательский режим и будет делаться упор. А сюжет, как вновь утверждают разработчики, не столь важен, как командная игра. Напоминаем, что дата выхода игры Star Wars Battlefront назначена на 17 ноября. Игра выходит на платформы PlayStation 4, Xbox One и ПК. Также не исключается перенос даты выхода игры. Разработчики XCOM 2 обещают поддержку модов. Продюсер игры XCOM 2 Джейк Соломон решил поделиться ключевыми особенностями новой игры. Кроме множества подробностей, Джейк также решил опубликовать 10 минут геймплея игры. В показанном видеоролике бойцы XCOM 2 организовали диверсионную операцию в тылу врага. Показанное задание относится к ряду новых миссий в серии. Как известно, события новой части разворачиваются спустя 20 лет. Человечество успело за эти годы не только потерпеть поражение в борьбе с инопланетянами, но и отдать Землю. Каждый новый уровень в XCOM 2 будет иметь случайную генерацию, поэтому игроки в одно и то же место попасть не смогут. Такой подход к игре позволил не только максимально разнообразить геймплей игры, но и подтолкнуть игроков к разработке новых и новых стратегий во время прохождения. XCOM 2 будет иметь разнообразные тактические возможности, к примеру, засаду, конфискацию экипировки и многое другое. Также игрокам предстоит столкнуться с новыми видами врагов. Кроме этого, в игре будет представлено 5 совершенно разных классов, каждый из которых будет иметь уникальную способность и экипировку. Команда разработчиков из Firaxis Games также пообещала игрокам редактор заданий, который даст возможность поддержать игру свежим контентом. Причем в новом редакторе игроки получат не только доступ к стандартным ресурсам игры, но и к ее логике. Bethesda Game Studios сообщила, что мультиплееров в Fallout 4 не будет. С момента выхода самой первой Fallout, а это в далеком 1997 году, каждый геймер начал мечтать о многопользовательском режиме в игре. Однако до сегодняшнего дня вся серия Fallout базировалась на одиночной компании. Но совершенно недавно, в одном из своих интервью, директор студии Bethesda поведал о мультиплеерной части будущего Fallout 4. И как оказалось, в продолжении легендарной серии все остается так же, как и было до этого. Тодд Говард, директор Bethesda Game Studios, признается в том, что начиная разработку игры, они первым делом запускают мультиплеер, чтобы определить, нужен ли он в игре и будет ли он интересен. В конце концов, что с ним вообще можно сделать. Тодд также говорит о том, что некоторые идеи бывают весьма интересными, но вот слишком сильно они отталкиваются от основной игры. Он утверждает, что многопользовательский и одиночный режим на деле получаются совсем разные. Поэтому это никак не скрепляет общую идею игры. Разработчики Mortal Kombat 10 анонсировали дату выхода Хищника. Студия NetherRealm официально анонсировала дату появления нового героя в Mortal Kombat 10. Как нам стало известно, новым героем станет Хищник. Создатель серии кровавого файтинга Эд Бун сообщил о том, что новое дополнение с героем выйдет уже в июле. Более точную дату он не указал, но судя по всему, самый желанный герой появится в игре уже совсем скоро. Новое дополнение уже числится тремя из четырех официально анонсированных ДЛС, которые, как известно, вошли в сезонный пропуск игры. Напоминаем, что в первых двух дополнениях в игре появилась очаровательная девушка по имени Таня. И знаменитый убийца и садист Джейсон Вурхис. Кроме этого, также напоминаем о том, что финальное дополнение принесет в игру коричневого нидзя Тремора. Если верить данным от самих разработчиков, то игрокам не требуется покупать дополнение, чтобы сыграть за Хищника. Выходит, что как и другие дополнительные герои, Хищник станет доступен в режиме башни испытаний. Однако, стоит отметить, что герой пробудет в этом режиме ограниченное время. Мы проводим конкурс с розыгрышем Steam Ключей. Подробности в нашей группе ВКонтакте, ссылка в описании видео. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!